Добрый вечер, в эфире телеканала 41-й Домашний, радио Город-ФМ, прямой эфир программы открытая студия Екатеринбург. И гость нашей студии сегодня заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства транспорта и экологии Евгений Архипов. Евгений Константинович, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. Напомню, что ваши вопросы и комментарии мы принимаем прямо сейчас. Пишите на адрес электронной почты 3WStudioDefi41.com. Адрес для программы открытая студия, телефон прямого эфира 376-4588. Сегодня мы обсудим вопросы благоустройства набережная и сеть или сквер оперного театра. Что благоустроить в первую очередь? Кто и как это будет решать? Расскажем также о работе общественного транспорта и напомним, как будет действовать повременная система оплаты проезда. Но прямо сейчас о дорожной уборке. Власти решают, как сделать ее максимально эффективной. А именно, следует ли выводить дорожную технику для уборки улиц днем, в том числе и в часы пик. Так сегодня звучит вопрос интерактивного голосования. Присоединяйтесь к обсуждению. И вот телефоны. Если да, вы считаете, что уборочная техника должна выходить на улицы днем, в том числе и в часы пик, несмотря на дорожные пробки, звоните 278-301. Если нет, техника будет создавать помехи транспорту, дорожных заторов станет еще больше. Тогда набирайте 278-302. Третий вариант для тех, кто считает, что вести уборку городских улиц и дорог следует только ночью. Если так, и вы согласны, звоните 278-303. Итоги голосования подведем в конце программы. Ну а пока несколько слов о том, как сейчас мы ведем дорожную уборку, учитывая то, что, Евгений Константинович, осадков пока серьезных не было? Да, не было. Согласен с вами. На сегодняшний день у нас порядка 35% такой среднегодовой нормы снега выпало. Поэтому мы сейчас чувствуем себя достаточно штатно. И уборка идет достаточно штата. Значит, тот регламент, который зимней уборки, который у нас принят, он соблюдается. Хочу сказать, что техники у нас достаточно в ДЭО. На сегодняшний день у нас порядка 326 единиц зимней уборочной техники. Из них в среднем в сутки выходит 350 единиц. В том числе и днем, во время дорожных заторов? Или вы здесь маневрируете? Больше техники ввести, меньше? От чего это зависит? Ну, понятно, что на центральной улице, там, где и магистральные улицы, там, где особенные, так сказать, затруднения в движении днем, мы не выводим туда уборочную технику в дневное время. Это все идет на тех улицах, куда мы можем зайти днем, где мы можем совершенно спокойно, безболезненно, без ущерба для движения автотранспорта эти работы проводить. Значит, в основном, в ночное время мы выводим порядка, ну, 350 единиц зимней уборочной техники. Это в разрезе всех семи районов. И в среднем 700 человек дорожных рабочих. Тротуары. Здесь особое внимание дорожных служб? Какие задачи вы поставили? Да, на сегодняшний день мы практически закончили вывод снега и уборку уличной дорожной сети. И сейчас особое внимание на тротуары. Значит, все тротуары у нас должны быть очищены до покрытия. Все тротуары должны быть обработаны франкционированным песком или мелкофракционным щебнем, как мы его называем, для того, чтобы исключить скользкость зимню, та, которая существует, и исключить, так сказать, недоразумения и несчастные случаи. С точки зрения экологии и безопасности, это... Это совершенно хороший материал. Он имеет очень низкую пыльность. Это тот материал, который мы можем совершенно спокойно обрабатывать тротуары, который не позволяет людям скользить. И он очень хорошо собирается, убирается, очистится. И поэтому не доставляет никаких проблем потом уже в весенний или осенний или в летний период. Виктор Николаевич спрашивает, у магазинов и аптек кто отвечает за посыпку тротуаров, чтобы там не было скользко? К квартальному нужно звонить или просто обратиться к сотрудникам предприятия юридического? Лучше всего позвонить квартальным. Они возьмут этот вопрос на контроль, или они обяжут или те подрядные организации, которые отвечают за определенные территории, выполнить свою работу, или ДЭУ обяжут выполнить свою работу, или обратятся, если территория эта закреплена и обслуживается какими-то торговыми учреждениями, значит, заставят торговые учреждения выполнить ту работу, посыпать, привести в порядок свою территорию. Уборка улиц и дорог, безусловно, зависит от количества той техники, которая выходит на наши городские улицы. Вот что касается дорожной техники, в этом году будет ли ее больше? Может быть, какая-то дополнительная техника появится, если есть такая необходимость? Сегодня мы как раз готовимся к конкурсной документации. Я думаю, до проведения Чемпионата мира по футболу мы уже сможем провести провести все аукционные процедуры, и уже надеемся, что сможем получить новую дорожную технику. Но упор здесь сделан на весеннюю и летнюю уборку. Это будут и вакуумные дорожные машины, те, которые будут как раз... Ну, какие-то совершенно или уже привычные нам? Нет, это будут... Я надеюсь. Понятно, что сам тип техники и ту технику, которую мы получим, это все решит аукцион. Но, тем не менее, мы рассчитываем приобрести уже достаточно современную технику, которая будет позволять нам и в труднодоступных местах проводить вакуумную уборку. Это касается и проезжих частей, это касается и тротуаров. Поэтому я надеюсь, что мы на более качественный уровень, особенно весенний и летний период, выведем уборку наших территорий. Я напомню, что в эти минуты мы проводим интерактивное голосование и спрашиваем вас, нужно ли выводить больше дорожной техники в днем, в часы пик в том числе, для того, чтобы убирать городские улицы. И пока у нас результаты следующие 64% большинства говорят, что все-таки лучше убирать город ночью. Ну вот, если, условно говоря, завтра снег, насколько город готов встретить непогоду? Все ли у нас, что называется, на ходу? У нас все на ходу. Вся техника у нас прошла приемку. Вся техника находится в исправном состоянии. Поэтому в случае ухудшения погодных условий, снег, мы готовы вывести. В том числе и привлеченную технику на сегодня, она вся у нас по районам отыграна. Поэтому проблем с выводом техники и с уборкой не будет. Мы совершенно так же в плановом порядке, в соответствии с теми принятыми регламентами и графиками уборки, мы ее выведем и будем весь город чистить. Как влияет нынешняя погода и температура на те дороги, которые мы этим летом и осенью отремонтировали? Качество? Ну, погода, конечно, влияет. И вот эти вот резкие перепады, переходы от более теплого к более холодному. Холодная погода, конечно, негативным образом влияет на состояние наших дорог. Но, тем не менее, значит, у нас есть на сегодняшний день порядка 269 гарантийных объектов дорог, те, которые мы ремонтировали в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Два раза в год мы комиссионно их обследуем с привлечением и специалистов, и общественности. Народный фронт, общероссийский, регулярно принимает участие в этих обследованиях комиссионных. Были случаи, когда вы не оплачивали работы, потому что качество вас не устроило? Эти моменты у нас происходят каждый год регулярно, и здесь возможны какие-то вещи и случаи, когда или по 11 параметрам, тем, которые мы смотрим качество дорог, у нас какие-то параметры не идут. В таком случае, значит, мы эти объекты не оплачиваем, или подрядчики их переделывали за свой счет. Минувший год, 2017, поставил рекорд по объему выполненных работ и по деньгам. Какие основные у вас итоги? Мы в 2017 году отремонтировали больше, чем 900 тысяч квадратных метров дорог. Это около 7% от общей площади дорог в нашем городе. Это для нас абсолютно рекордная цифра, и никогда мы таких денег на ремонте дорог не осваивали. Мы выполнили 180 тысяч метров квадратных ремонта тротуарных покрытий, и мы сделали 885 понижений. Это для безбарьерной среды, для движения наших инвалидов. Для доступной среды. Для доступной среды, да. Этот год обещает стать лучше, или мы сохраним те темпы, которые у нас были обозначены? Мы надеемся, что мы сохраним те темпы, которые мы взяли в 2017 году. Тем более, я уже говорил и в этой студии о том, что мы работаем сейчас по федеральной программе, целевой федеральной программе безопасные и качественные дороги. И это позволяет, в том числе и с помощью областного бюджета, по крайней мере, в 2018 году, выдержать те же примерно объемы, которые мы сделали в 2017 году. На этот год, на 2018, у нас запланировано для ремонта 38 участков дорог. Конкурсные процедуры также мы будем проводить в ближайшее время. Другое дело, что этот год для нас в плане ремонта гораздо сложнее, поскольку вы знаете, что мы в июне проводим и в начале июля проводим и принимаем игры чемпионата мира по футболу. На этот период вся центральная часть и те улицы, которые предназначены для движения клиентских групп, они из графиков ремонта выпадают, переносятся или на более ранний срок, или, соответственно, на время после игр чемпионата мира по футболу. Поэтому достаточно серьезно нужно будет подойти к этому вопросу нам в этом году и достаточно серьезно организовать все эти проведения, всех работ. Ну вот Сергей Николаевич присоединяется к нашему разговору и спрашивает на адрес электронной почты, какие ключевые объекты по дорожному ремонту запланировано на 2018 год. Есть у вас какие-то ряд топовых объектов, что нужно сделать в Екатеринбурге? Ну мы в этом году продолжим ремонт улицы Ленина. Я имею в виду не полностью реконструкцию, такую, как мы провели в этом году. Мы будем ремонтировать проезжую часть улиц. Ну еще ряд объектов, их порядка 38. На портале города Екатеринбурга этот перечень опубликован, и можно ознакомиться с совершенно спокойно. Может, четко сформулирован, скажем так, утвержден, или какие-то новые объекты могут появиться? На сегодняшний день, еще раз, мы работаем в программе «Безопасные и качественные дороги». Эти дороги у нас входят в программу по КРТИ, развитие транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры Екатеринбургской агломерации. Там практически все улицы нашего города туда входят. Отобраны они были в 2017 году, в том числе и с помощью общественного голосования на сайте администрации города. Это были общественные обсуждения, это были предписания ГИБДД. На сегодняшний день у нас этот огромный перечень дорог и улиц сформирован к ремонту. Но помимо того, мы можем передвигать немножко и менять какие-то объекты в этой программе с учетом сегодняшнего состояния той или иной дороги. Если мы видим, что ее состояние ухудшается, мы, конечно, будем передвигать ее в более приоритетный порядок для ремонта. Но, по крайней мере, на этот год, на 2018 год, вот этот перечень из 38 объектов, он на сегодняшний день сформирован. По нему получена смертная документация. На сегодняшний день она проходит экспертизу в установленном порядке и после этого будут объявлены торги. Еще одна тема – это платные парковки в Екатеринбурге. Вот на этот год какие планы, что будем делать по этому направлению, как вести работу? Штрафовать будем? Ну, штрафовать, конечно, будем, потому что на сегодняшний день порядок в этой отрасли работы нам понятий неизвестен. Другое дело, что он достаточно сложен, поскольку на каждое нарушение, на каждую фиксацию факта неоплаты, так сказать, времени пребывания на парковке, достаточно серьезная процедура с возбуждением дела об административном правонарушении. В этом случае ГИБДД нам предоставляет данные на нарушителя и мы, конечно, выписываем протокол. Ну, достаточно серьезный, достаточно затратный порядок, но, тем не менее, на сегодняшний день мы от него отказываться не будем, потому что пока другого варианта у нас штрафовать нет. Ну, кто-то говорит, что можно и не платить. Может быть, мы надеемся. Ну, конечно, может быть и не платить, но тогда может и прилететь штраф, если так разобраться. Мы надеемся, что в этом году подвижки в этом вопросе будут, потому что ряд городов имеет какие-то соглашения с органами внутренних дел по предоставлению. Мы этот регламент уже давно разработали, он у нас есть и технический регламент. Значит, нужно какие-то политические решения или в том числе внесение изменений в федеральные законы, как раз регламентирующие порядок предоставления персональных данных. Тогда у нас эта система заработает в автоматическом режиме. Сегодня у нас для этого есть все. Есть и автомобили, оборудованные приборами Паркон, которые как раз осуществляют в автоматическом режиме фиксацию всех правонарушений. Инвесторы есть, которые готовы к этой работе подключиться? На пробне об этом в том числе обсуждали. Да, мы предлагали проект по платному парковочному пространству как один из инвестиционных проектов. Но на сегодняшний день те консессионеры, которые к нам приходят и чьи заявки мы рассматриваем, сталкиваются с абсолютно той же самой проблемой о предоставлении персональных данных. И на сегодняшний день они уходят от вопроса взымания штрафов. И плюс, самое главное, они ставят условиям компенсации им недополученных расходов от платного парковочного пространства. Естественно, на эти моменты мы пойти пока не можем и будем в этом направлении еще работать и работать. Этот год для Екатеринбурга, для России станет знаковым, поскольку в ноябре станет известно, где пройдет всемирная выставка «Экспо-2025». Недавно, накануне стало известно, что Париж выбыл из гонки из-за проведения выставки «Экспо-2025». Наши шансы, шансы России и Екатеринбурга выросли, как вы считаете? Ну, наверное, выросли, потому что Париж все-таки это был, наверное, достаточно серьезный конкурент. Другое дело, что мы где-то как-то надеялись на то, что Париж, так сказать, выйдет из этой борьбы, поскольку в 2024 году Париж принимает Олимпиаду. Ну и, наверное, для любой страны и города, уж не говоря о городе, достаточно серьезная финансовая нагрузка на организацию вот таких двух мировых знаковых мероприятий. Поэтому я надеюсь, что наши шансы в этом вопросе возрастают, и мы будем надеяться, что итоговое голосование в ноябре все-таки выберет Екатеринбург этим городом. Тем более, что мы получили на сегодняшний день поддержку на самом высоком уровне, и президент России Владимир Владимирович Путин об этом не раз говорил. Даны поручения Министерству иностранных дел, и вице-премьер Дворкович в Давосе будет презентовать Екатеринбург как город-кандидат на проведение Экспо. Я думаю, что имея такую серьезную поддержку, если мы, так сказать, сделаем это для нас общей идеей, я думаю, что мы можем победить. В сфере благоустройства, транспорта, экологии, что может измениться в отдельно взятом Екатеринбурге, если Экспо будет у нас? Ну, я надеюсь, что, наверное, очень многое может поменяться. Во-первых, мы сможем обновить весь подвижной состав в нашем городе. Это касается и троллейбусного парка, и трамвайного парка. Может быть, каких-то новых видов транспорта, в том числе, я не исключаю, и электробусы. Метро мы можем обновить и вообще приступить, и задуматься о строительстве второй ветки метро, значит, соединяющей ЖБИ и Большой иконный полуостров. Это вовлечение огромных территорий вообще в жизнь города, развитие всевозможных инфраструктурных проектов. Это строительство дорог, развязок. Это новые, совершенно новые общественные пространства. Это новый подход к содержанию общественных пространств. То, о чем мы как раз в этом году уже задумались, и какие-то конкретные шаги будем предпринимать к концу года. В общем, это огромный плац работы, это огромный толчок в развитии города. Конечно, это здорово будет. Упомянули вы про общественные пространства. Сейчас идет конкурс проектов. Говорится о том, что Набережные Сети получат совершенно новый вид, новое наполнение, сфероперного театра. Подробнее об этом. О каких пространствах мы говорим? И самое главное, их список, и кто будет в итоге решать, что же будем благоустраивать? Действительно, мы сейчас работаем по программе современной городской среды. Зашли мы в эту программу в 2017 году и также начали благоустройство Набережной реки и Сеть. В этом году работы по благоустройству Набережной реки и Сеть будут продолжены. Я надеюсь, закончены уже в конце 2018 года. В прошлом году, в декабре, мы завершили отбор заявок, точнее, голосование по 40 объектам благоустройства, которые были предложены, в том числе, жителями. Из них порядка 8 объектов будут размещены на сайте администрации. И мы таким же образом начнем проводить по ним еще одно голосование. Ну и 18 марта 2018 года, в общем, такой знаковый для нас всех россиян день, это выборы президента Российской Федерации. Мы на всех избирательных участках, а их 315 избирательных участков, мы будем проводить рейтинговое голосование по тем объектам благоустройства, которые будут выполнены в 2018 году. войдут в программу 2018 года и в 2018 году будут выполнены. Это будет на каждом избирательном участке. Мы сейчас создаем небольшие счетные комиссии, мы будем готовить бюллетени. И каждый человек, который придет на выборы, он будет иметь возможность проголосовать за то или иное общественное пространство. И, по его мнению, достаточно важный знак для нашего города, который мы будем делать. То есть ряд мы назначили уже, это набережная и сети, это сквероперного театра. Это мы, да, это мы, нет, почему? Сквероперного театра тоже пойдет в итоговое голосование, так сказать, в итоговую подборку этих объектов для голосования. Поэтому все зависит от того, как выскажутся люди и граждане нашего города. То есть независимо от того, в каком районе ты проживаешь, участие в этом голосовании ты можешь принять? Обязательно. Это очень важно? И это очень важно для нас, конечно. Ну и вообще у нас же выборы президента, такой очень серьезный день для нас. Какие задачи у города с точки зрения организации, самое главное? Ну, вообще мы должны сделать так, чтобы выборы прошли у нас в городе на высочайшем уровне. Мы готовим избирательные участки, мы готовим, так сказать, комиссии, мы готовим территории, мы делаем все для того, чтобы ничего не помешало, так сказать, свободному и легитимному волеизъявлению наших граждан. И, наверное, это самая главная задача, сделать так, чтобы выборы эти были самыми чистыми, самыми прозрачными и самыми легитимными, чтобы ни у кого, так сказать, даже и подозрения не возникло о том, что, особенно за рубежом, о том, что у нас каким-то другим образом может быть осуществлено это мероприятие. Отвечая на ваши вопросы, напомню, телефон прямого эфира 376-4588, адрес электронной почты 3W-studio-defisroke1.com для программы «Открытая студия». Несколько вопросов о повременном тарифе на общественном транспорте. Официально он вступает в силу 1 февраля и на коммерческом транспорте, и на муниципальном. Какие правила, что изменится или все останется как отработано? Ничего не изменится, никаких новых правил мы не вводим. Тариф – это один из 20 тарифных планов, которые у нас на сегодняшний день существуют. Называем мы его сейчас пересадочный тариф. Он будет действовать, исходя из временных рамок, в 30-60 минут. Поэтому, если вы посчитаете, что используя этот тариф, можно будет экономить, ради бога, можно будет переходить на него. Но можно остаться на том тарифе, на котором ты сейчас действуешь? Можно остаться на том тарифе, в котором вы сейчас пользуетесь, и совершенно спокойно и так дальше ему пользуетесь. А, Владимир, интересуется, пересадочный тариф, как вы только что сказали, будет действовать только на наземном транспорте, либо в метро он тоже действует? Нет, пока мы не рассматриваем метро, потому что по метро на сегодняшний день ситуация немножко сложнее. Мы должны сделать несколько шагов в плане развития метро в нашем городе. У нас на сегодняшний день стоит в планах замена всего подвижного состава. Это и капитальный восстановительный ремонт вагонов метрополитена, и это и покупка новых. Поэтому это по отдельному графику пойдет. Татьяна интересуется, хотела бы принять участие в раздельном сборе мусора. Вот эта практика, которая существует, завершился накануне год экологии. Какие-то конкретные результаты решения удалось принять для решения экологических вопросов? Вообще год экологии он для того и был задуман и проведен для того, чтобы как раз привлечь внимание и общественность, и руководителей нашего государства, и муниципалитетов, и регионов к проблеме образования, и как раз накопления, и утилизации твердых коммунальных отходов. И в этом плане, конечно, очень серьезные шаги были сделаны. На сегодняшний день у нас с 1 июля начинают работы практически по всей стране региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И здесь очень много требований к ним, в том числе и раздельный сбор мусора, это и программы по обустройству полигонов, это по рекультивации полигонов программы, это и перевалочные всевозможные базы. Это большая, это серьезная работа. Я напомню, что в эти минуты мы проводим интерактивное голосование, сегодня спрашиваю вас, нужно ли проводить уборку снега с городских улиц днем, и пока у нас предварительные результаты, 65% голосуют, что все-таки это нужно делать ночью, на днем, за то, что нужно улицы убирать днем, голосуют 26% нашей аудитории. С точки зрения уборки ночью техника выходит сейчас? Какие у вас данные? Да, и сейчас техника выходит у нас регулярно, в каждую ночь, в каждом районе один-два снегопогрузчика, обеспеченных самосвальной техникой, проводят уборку. Но я еще раз говорю, днем это на тех участках улиц, где мы можем это сделать на сегодняшний день безболезненно, поскольку те погодные условия, которые на сегодняшний день существуют у нас, они позволяют нам совершенно спокойно все объемы возить ночью. Валентина спрашивала, Екатеринбург к лету будет встречать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Общественный транспорт Екатеринбурга еще получит дополнительные автобусы? Нет, мы уже пока тот необходимый минимум, который нам нужен по автобусам, мы купили, опять же, исходя из финансовых возможностей и региона, и города. Но не все автобусы еще в зеленый цвет покрасили? Или покрасим еще? Потому что есть коммерческий транспорт. Ну, вы уже видите, что даже хотя бы те наши минимальные просьбы коммерческим перевозчикам были услышаны. И даже коммерческие перевозчики уже сейчас переходят на автобусы зеленого цвета. Единственное, что мы постараемся, может быть, успеть чемпионату мира реконструировать еще несколько трамвайных вагонов. На сегодняшний день у нас готовятся эти торги трамвайно-троллейбусным управлением. У нас на сегодняшний день предусмотрены субсидии из областного бюджета со финансированием городским. И мы попытаемся порядка пяти или шести вагонов отремонтировать. Пришло время подвести итоги интерактивного голосования. Уже цифры, которые мы получили в конце программы, мы спрашивали у вас сегодня, нужно ли больше техники на улице, на уборку городских улиц выводить днем. И вот наши результаты. 26% считают, что да, это делать нужно, несмотря на дорожные заторы. 9% говорят, что все-таки нет. Техника должна не работать в часы пика. И большинство голосуют за ночную уборку. 65% наша аудитория так проголосовала. А тротуары ночью тоже убирают или нет? Только улицы. И тротуары убирают. У нас ЖДУ работает по тем тротуарам, по которым закреплены за дорожными эксплуатационными участками. Там работают и дорожные рабочие, и работают и техники обязательно. И посыпают от гололеда. И посыпают от гололеда обязательно. Спасибо большое. Какие-то есть у вас еще комментарии, опросы наших зрителей? Или, в принципе, результаты ожидаемы? Результат говорит о том, что, в общем, граждане отстроены за то, чтобы город все-таки убирался. Ночью ли, днем ли, но город должен убираться. Он и будет убираться. И ночью это в обязательном порядке. И по мере необходимости, конечно, мы и днем будем выводить то количество техники, которое нам необходимо. Замглава администрации Екатеринбурга Евгений Рыбов сегодня отвечал на ваши вопросы. Спасибо всем за внимание. Всего самого доброго. До свидания, дорогие тележители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин